Ушел сам или попросили? Из администрации уволился помощник Шульгина, который активно выступал за введение новой маршрутной схемы. Не успели сделать, уже поплыли. Новые тротуары на улице Ленина заливает даже небольшой дождь. Людям приходится обходить огромные лужи по проезжей части. Один человек погиб, и еще один получил травмы в результате ДТП под Куменами. Подробнее в рубрике «Место происшествия». Ошибка коммунальщиков, за которую они же сами грозят штрафами и судами. Очень странную и дорогую квитанцию от энергосбыта получила семья кировчан. Скрежет доспехов и звон кольчуг, топот копыт и удары мечей. В минувшие выходные в Порошино прошел масштабный фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава». О событиях понедельника 9 сентября расскажет информационный канал «Город» в студии Ксения Никишова. Здравствуйте. Ушел сам или попросили? Из администрации увольняется начальник департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев. Он отвечал за внедрение новой маршрутной схемы в Кирове. По неофициальной информации, заявление на увольнение он написал в день, когда Илья Шульгин объявил об отмене новой маршрутной схемы. На посту начальника департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев проработал не больше года. В Киров на работу он был приглашен. Раньше работал в фонде капремонта Самары. Под его руководством в Кирове была практически провалена программа по обустройству пешеходных переходов у школ и детских садов к первому сентября. Потом отменили транспортную реформу, за которую он активно выступал. Сергей Леонтьев – четвертый начальник департамента городского хозяйства из команды Ильи Шульгина. Кто теперь займет его место, неизвестно. Леонтьев будет работать до конца этой недели. Говорят, что заявление на увольнение написал по собственному желанию. Не успели сделать, уже поплыли. Новые тротуары на улице Ленина заливает даже в небольшой дождь. Людям приходится обходить огромные лужи по проезжей части. Глубже всего на перекрестке Ленина-Горбачева. Вода пешеходам приходится по колено. Этот участок из-за отсутствия львневки и так всегда стоит в воде после дождя. После того, как на дороге уложили несколько слоев нового асфальта, новую брусчатку на тротуаре заливать стало еще больше. Кировчанам приходится или скакать по лужам или обходить их по проезжей части. Небольшое углубление вдоль дороги с потоком воды явно не справляется. Активисты ОНФ уже обратились в администрацию с просьбой решить проблему. По прогнозам специалистов, в сезон осенних дождей новый асфальт под таким напором воды начнет разрушаться, а брусчатка на тротуаре пойдет волнами. Минимум агитации и очень низкая явка на избирательных участках. Всего 10% в Кирове в единый день голосования прошли до выборов в городскую Думу. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Стали известны предварительные итоги выборов, которые прошли в Кирове 8 сентября. Голосовали избиратели по ленинским одномандатным округам номер 5 и 6. Явка на участке была небольшой, всего 10%. В итоге из 11 кандидатов по предварительным посчетам победили Надежда Сураевой и Альберт Бекалюк. На перекрестке улиц проезжей Павла Корчагина на Слободском тракте запустили круговое движение. Это эксперимент для того, чтобы понять, нужно ли вообще на этом участке строительство капитального объекта кругового движения. Часто именно здесь происходят аварии. В правительстве области создают программу для сохранения объектов культурного наследия. У каждого объекта будут четко обозначены границы охранных зон. Сейчас они есть только у небольшой части зданий, а значит нет четких правил строительства вокруг них. Всю работу по определению и сохранению завершат к 2024 году. В Киров приедет Валдис Пельш и Борис Грачевский. Они станут гостями фестиваля «Золотой теленок», который пройдет 20 октября. В фестивале короткометражного кино примут участие 300 картин. Планируется, что на мероприятие приедут около 30 звезд кино, телевидения и КВН. Вы смотрите информационный канал «Город». Мы продолжаем. Один человек погиб, и еще один получил травмы в результате ДТП под Куменами. Там столкнулись «Лексус» и трактор «Беларусь» с прицепом. Подробности в рубрике «Место происшествия». Авария произошла в воскресенье вечером на 59-м километре дороги Киров-Молной, Швядские поляны. Водитель «Лексуса» не успел сбросить скорость перед столкновением с трактором. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Лексус» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего трактора «Беларусь» с прицепом и совершил столкновение. В результате происшествия 37-летний мужчина-пассажир автомобиля «Лексус» погиб. Водитель автомобиля «Лексус» получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Вечером 5 сентября у дома номер 28 по улице Мира неизвестный пытался угнать мотоцикл. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина катит байк. Внезапно он решает бросить преступное дело и через 300 метров спрятал мотоцикл в кустах. Злоумышленника разыскивают. Травмировал дерево, но сам остался невредим с виду пьяный водитель «Шевроле Ланос» на улице Ленина. После пьянки мужчина устроил на своей отнюдь негоночной машине драгрейсинг и врезался в красивый тополь. Удар заметили очевидцы, которые позвонили в дежурную часть и активистам ночного патруля мужчину задержали. Водитель отказался от экспертизы, теперь ему предстоит недешевый ремонт авто и лишение прав. Ошибка коммунальщиков, за которую они же сами грозят штрафами и судами. Очень странную и дорогую квитанцию от энергосбыта получила семья Кировчан. Компания просит оплатить якобы потребленное электричество в доме, который полностью сгорел еще 6 лет назад, а собственник умер еще в 1995 году. Платежка в 7 тысяч рублей за электроэнергию и вывоз мусора за дом на садовом участке первая в семье Шубариных за 30 лет. Сумма впечатляющая, учитывая, что в доме никто никогда не жил и прописан не был. Да изгорел он полностью еще в ноябре 2013 года. От дома практически ничего не осталось. К коммунальным услугам никогда подключен не был. Поэтому и большая сумма в квитанции на имя умершей бабушки стало полной неожиданностью. А как они начисляли вот эти вот 96 кВт, мне очень интересно, потому что по какому счетчику они это смотрели? По каким? По среднему или почему еще? То есть они вообще откуда взяли эти цифры? Это невероятная ситуация. То есть на мертвые души начисляют какие-то деньги при том, что дом сгорел. Ситуацию с квитанцией можно было бы назвать простой технической ошибкой, если бы не ответ энергосбыта. На заявление семьи Шубариных о том, что дом никогда не был подключен к электричеству и вообще сгорел, в компании извиниться не поспешили, а ответили, что за неуплату в срок им начислят штрафы и пении. Потом дело передадут в суд. Кировчанам пришлось писать заявление в московский офис компании Энергосбыт. Ответ платить или не платить пообещали дать в течение 30 дней. Скрежет доспехов и звон кольчуг, топот копыт и удары мечей. В минувшие выходные в Порошино прошел масштабный фестиваль исторической реконструкции Хлыновская застава. Два дня на поляне сражались пешие воины в железных доспехах, лучники соревновались в меткости. Также мастерство владения различными видами оружие показала конная дружина воеводы Кости Юрьева, полководца вольной вятки 15 века. Именно в эти времена реконструкторы перенесли гостей фестиваля на все эти два дня. Алина Котрихова тоже погрузилась в эпоху средневековья и расскажет, как это все было. Команды пеших воинов с весьма интересными названиями «Сбродная севера» и «Ой, Господи!» сошлись на ресталище. Это место битвы традиционно собирает вокруг сотни зрителей. Борьба на мечах идет ожесточенная. Здесь все по-настоящему. Удары, падения, случаются и серьезные травмы. Но воинов это не останавливает. Борьба в прямом смысле слова тяжелая, ведь на каждом воине более 40 килограммов железа. Столько весит обмундирование вместе со шлемом. И защита эта повидала виды. Об этом говорят вмятины от многочисленных ударов. За битвой из почетного места наблюдает Костя Юрьев, воевода вольной вятки 15 века. По легенде фестиваля «Хлыновская застава» он хозяин турнира. Следит за соревнованиями, руководит своим войском и принимает гостей. Реконструируем времена вольной вятки и героя того времени Костя Юрьева. Костя Юрьев ходил походом на город Сарай, столицу Золотой Орды. Тем самым разбил полностью ордынское войско. Они уже после этого не смогли нападать ни на московское княжество, ни вообще по Руси. И вот Костя Юрьев уже на коне. Вместе со своей дружиной он демонстрирует мастерство владения различными видами оружия. На галопе, а в этот момент лошадь развивает скорость до 40 км в час, боевода и его бровые воины сбивают щиты. Снимают кольца пиками, поднимают с земли платки и рубят мечами тыквы. Бесстрашные всадники показывают гостям и то, как бились с врагом в 15 веке в седле. На скаку ударяют друг друга пиками, да так, что они ломаются от удара. Этот весьма опасный вид борьбы называется джойслинг. Пока воины бьются на поле, за крепостью обеспечен надежный тыл. Здесь развернулся средневековый лагерь реконструкторов. Участвуют клубы не только из Кировой области, но и из Казани, Йошкаралы, Сыктывкара и других городов. Фестиваль получился мультикультурным. Здесь и славяне, и скандинавы, и европейцы, и даже монахи из ордена госпитальеров. Все вместе они воссоздают быт, кухню. Кстати, на столах никакой картошки, не ели ее в средние века. Ну и, конечно, костюмы. Им уделяют особое внимание. Никаких машинных швов. Все сделано исключительно вручную, в том числе украшения. Я не простая женщина, у меня есть фибулы. Простая женщина не могла позволить себе такие фибулы. Еще у меня очень много бусинок. На некоторые бусины в те времена можно было купить там козу, корову. У меня целая стадо, у меня висит на груди. Костюм – это большая часть расходов каждого реконструктора. Его цена может превышать 50 тысяч рублей. Издалека видно знатного купца из 16 века. Иван Загозкин создавал костюм в течение года, собирая образ, глядя на картины и гравюры. Верхний камзол взят с картин Брегеля-старшего. Плащ с надгробия Южной Германии. А вамс и нижняя вся одежда – это с гравюр Италии. Здесь практически все шерсть. Это зачатина. Здесь литье, бронза, золото. Нижняя одежда вся из шелка. Украшения и аксессуары воссоздают благодаря найденным артефактам, гравюрам и старинным рисункам. Изготовить для себя такой на фестивале мог каждый желающий. С помощью аутентичных агрегатов мастера делают подвески, кольца и обереги. Отливаем мы все украшения, которые носили наши предки. В данный момент мы из металла делаем меч. У нас получился вот такой вот меч. Этот меч с изображением кошки. Вообще меч – это мужской знак. Он длинный. Но он сейчас изображением кошки считал все, что животными – это от глаза, от болезней. А рядом чеканят монеты Кости Юрьева. Это своеобразный входной билет в крепость, где развернулись средневековые мастер-классы, поковки и гончарному делу. Но внезапно крепость осадили враги Черемисы. Спасать своих сородичей отправился воевода и его войско. «Я сын в бою крепко изошел!» «Я!» 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 Песни «Сколота» гости слушали до самой темноты. В этот момент к выходу готовились ребята со своим фаер-шоу. Это действие стало кульминацией фестиваля. И даже после такого насыщенного дня никто из гостей не спешил расходиться. Алина Котрихова, Александр Лежнин. Информационный канал «Город». Таким был этот понедельник, 9 сентября. А если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 47-33-02. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». В студии для вас работала Ксения Никишова. Спасибо, что были с нами. Удачи вам и увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова